Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Татьяна, и сегодня я хочу вам рассказать, как сделать заказ на сайте Coco Daisy. У меня многие спрашивают, спрашивают, доставляют ли они в России, сколько стоит доставка, кто-то не знает английского, и я всем помогаю, пишу, что надо сделать, поэтому я решила снять отдельное видео, чтобы постараться ответить на большинство ваших вопросов. Но если я что-то забыла, то обязательно внизу мне пишите, я могу снять вторую часть. Сегодня я расскажу прям поверхностно, что такое Coco Daisy, как работает здесь подписка, сколько стоит доставка, как ее можно рассчитать, какой кит вы сможете сейчас заказать и так далее. Так что, если вам интересно и нужно это видео, то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Итак, для начала надо зайти на сайт CocoDaisy.com, вот так внизу выглядит, вернее, внизу наверху, внизу я оставлю ссылочку на этот сайт. Если вы не знаете, что это, то внизу у меня также будет плейлист, где я показываю, что находится в этих китах, что находится в этих красивых коробочках. Я уже заказываю с января месяца, то есть уже 8 месяцев практически, и поэтому могу со спокойной душой вам посоветовать этот сайт, потому что здесь очень много всего классного, интересного, и самое главное, они доставляют по всему миру. Да, это главный вопрос, который у меня спрашивают, доставляют ли они в России и вообще в другие страны. Да, доставляют. Давайте сразу, наверное, посмотрим именно вот сам сайта. Первое — это About, то есть вы здесь можете прочитать про Кристину. Это главная женщина, которая как раз и, как сказать, владелец она CocoDaisy. Здесь про дизайнерскую команду, можно им написать, также можно узнать про гостей дизайнеров, которых они приглашают, и часто задавим вопросы. Китс — это киты как раз, на которые вы подписываетесь. Первое — это будет, как работает подписка, а второе — это разнообразные, то есть CocoDaisy Planners — это значит всё для планирования. Сабскрайб — это подписаться, сникпики, кто-то кому-то понравилась моя запись, сникпики — это значит то, что, например, сейчас месяц август, и уже на месяц сентябрь показывают сникпики в определенное время. То есть что же это будет, очень интересно. Current Kit и Add-ons — это значит, какие на данный момент представлены киты, add-ons — это дополнения. А это у нас сейчас задаваемые вопросы, снова же, и это прошлые киты и прошлые add-ons, то есть это то, что было в прошлом месяце или в прошлом году, потому что CocoDaisy, по-моему, работает уже больше трёх лет, то есть можно просто зайти, посмотреть, что же у них было, какие у них идеи были, но именно посмотреть. Заказать, по-моему, ничего нельзя, почему, расскажу вам попозже. Freebies — это бесплатно от слова free. Это значит то, что вы здесь можете что-то скачать для планера или для скрапа. Shop — понятно, shop. Классы — они представляют классы, онлайн-классы. По-моему, если не ошибаюсь, они уже все записаны, то есть, ну, просто, грубо говоря, мастер-класса по различным тематикам. Memory Keeping — это, значит, похоже на просто с фотографиями работать, и также вот 102 Classroom — там на разную тему, на планирование, на travels ноутбуки. Ну, в общем, всё для того, чтобы как можно использовать все классные киты. Subscribe — это как раз подписки. Опять же, как работает подписка и какие бывают вообще подписки. А галерея — вы сможете смотреть фотографии, форум. Для форума, чтобы зайти, надо залогиниться. Ну, и блог — это просто фотография, где дизайнеры пишут, что они сделали. Итак, давайте начнём с того, что часто задаваемые вопросы, как раз мы к ним и пойдём. И здесь как раз есть все вопросы, которые у вас возникают. Первое — это как можно подписаться. И здесь специально записано видео. Записывала, по-моему, если не ошибаюсь, либо Кристина, либо одна женщина из дизайнерской команды. Они рассказывают, как всё это надо сделать. Но если вы не знаете английского языка, то я вам сейчас перескажу это видео и расскажу его. Кто такое это киты, да, как вообще они выглядят. И давайте начнём как раз с Current Kit — это что сейчас уже есть. Не смотрите то, что здесь всё sold out, я вам расскажу. То есть вы просто заходите и смотрите. Вот сейчас на месяц август представлены такие разные киты. Можно на них нажать, можно посмотреть фотографию, можно посмотреть описание, посмотреть прям полностью во всех детальках, какие будут карточки здесь. Видите, здесь крупным планом всё снимают. Также очень много YouTube есть англоязычных девушек, которые снимают именно распаковки. Дизайнерские команды получают, конечно, много раньше. Просто полазили, посмотрели, вам всё понравилось. И теперь вы хотите узнать, как же всё это дело работает. Для этого давайте зайдём в Subscribe и нажмём, как же у них работают эти подписки. Здесь есть вот такая табличка с цифрами, где всё расписано. 28 числа, то есть, например, сейчас у нас месяц август. Предположим, что сейчас 28 августа. И в магазине появляются новые релизы 8 часов. И можно их только посмотреть. То есть, вы заходите 28 августа, посмотреть, что же будет там в следующем месяце. И вы можете посмотреть, но вы не можете ничего купить. 29 по 1 число будет рассылка для всех, кто уже подписан, у кого есть подписка на Куку Дейзи. Только для них. И также для них будет ещё бесплатный код на доставку, если вдруг они что-то решили дозаказать. Предположим, они заказывают только мейнки, то есть, самый основной кит. И тут они видят в релизе, что, о боже, мне так хочется купить себе этот скотч. И они его заказывают, и бесплатная доставка им тогда. А 1 числа, чуть попозже, то есть, 28 по 1, это для именно тех, у кого есть подписка оформлена. А 1 числа появляются релизы, которые уже могут посмотреть все и также смогут всё это дело заказать. Но могу сказать, что с 29 по 1 число все всё раскупают, и 1 числа уже очень мало что есть в магазине. Почему так происходит? Потому что Куку Дейзи, он направлен именно на людей с подпиской. Потому что они должны знать, вот, например, сейчас у нас месяц август, они должны знать, сколько надо посылать будет в сентябре. Поэтому им лучше, чтобы все делали подписку, да, то есть подписывались там на месяц, на три, на шесть, чтобы они смогли расписать. Например, мне надо купить мейн-китов, там 200 штук. И они всегда заказывают только для подписчиков и немножечко добавляют для всех остальных. Ну, предположим, там еще 20 китов, да. Потому что, чтобы не оставалось, что они потом будут с этим делать. Так как то, что осталось в магазине, часто потом, с прошлых месяцев за прошлым, они делают скидку на них. Ну, понятное дело, им этого не хочется продавать намного дешевле. Поэтому они обычно покупают дополнительных очень мало. И я сначала тоже никак не могла понять, почему я не могу ничего заказать. Все, sold out, ничего нет. Но потом поняла, что надо быть просто подписчиком. И все, можно сделать на три месяца подписку. Но я вам попозже все это объясню. Второго числа открывается подписка на следующий месяц. На какой следующий месяц можно нажать на вот эту кнопочку, и она вам скажет. Здесь очень удобная такая табличка. Предположим, что сейчас 10 января. Вы решили подписаться. Вы подписываетесь, но вам отправят вашу посылку в феврале, которая будет для марта. То есть они делают подписку за месяц. То есть, например, сейчас у вас январь, да? И если вы хотите получить за февраль, то они должны вам отправлять именно уже в январе. То есть они отправляют за месяц до. Ну, то есть логично, да? Чтобы до вас уже все дошло, и чтобы 1 февраля вы уже смогли спокойно заполнять свой планер. Естественно, если вы покупаете подписку в январе, вам ее посылают в феврале за месяц март. То есть, например, она приходит, вам отсылают там ее в середине месяца. В 20-х 30 числа у нас приходит февраля. Вернее, февраля не бывает в 30-х числах, ну, там 20, пусть будет 26-е февраля. И за месяц март. Понятно? То есть если у вас вы хотите сделать именно в феврале какого-то числа, например, 5-го февраля, вы делаете подписку, вам ее отсылают в марте за месяц апрель. Вот с этим бывают иногда путаницы. Если вы сейчас зашли и увидели какой-то крутой кит, вы не сможете его сейчас уже купить, потому что все, он у вас сейчас уже распродан, да? И следующий месяц уже, скорее всего, тоже распродан. Так что получается шаг в месяц. Возвращаемся дальше к нашим месяцам. Мы остановились на втором числе. И также со 2-го числа и, по-моему, до 20-го числа, да, со 2-го по 20-го числа каждого месяца вы можете изменить или отменить свою подписку только со 2-го по 20-е число. Позже 20-го вы уже ничего сделать не сможете и до. Что это значит? То есть, например, вы получили свой кит и больше не хотите подписываться, да, и вы отменяете подписку. Либо вы ее меняете. Меняете это что? Вы можете что-то добавить, либо можете, наоборот, что-то убавить. 5-го числа начинаются отправки всех подписанных китов. С 5-го по 12-е. Обычно я заметила, что с 5-го числа начинают отправлять по Америке. Мне отправляют в Канаду с 8-го числа, и она ко мне приходит 15-го числа. Ну и, следовательно, все остальные страны так же. То есть, с 5-го по 12-е число вам должно прийти письмо на почту, что вашу посылку отправили. Там будет трекер, который вы можете отследить. 15-го числа появляются сникпики на следующий месяц, которые можно будет посмотреть в Инстаграме, в Фейсбуке или в их специальной фейсбуковской группе. Очень, кстати, интересная группа. Зайдите, посмотрите. 20-го числа как раз заканчивается то, что вы можете отменить или изменить вашу подписку на следующий месяц. 21-го числа появляются сникпики на следующий месяц, которые вам отправляют на почту, и так же вы сможете их посмотреть. Чем отличается сникпик 15-го от 21-го? 15-го сникпик, это, знаете, вам могут показать там маленький кусочек какой-нибудь, маленький кусочек наклеечки, или сумочку, или карточку от Project Live. Знаете, прям такое муленькое-муленькое. А именно 21-го числа показывают уже полноценные фотографии, со всех сторон все отфоткано, и обязательно с описанием. Это вам как раз дается время с 21-го числа, когда вы сможете подумать, а надо ли вам вот этот кит на следующий месяц или нет. И 27-го числа заканчивается подписка. То есть до 27-го, как раз 21-го, у вас пришел сникпик, и вы думаете, нужна ли вам подписка. Если нужна, то до 27-го числа вы можете спокойно подписаться. Это вот самые главные такие числа, чтобы вам понимать, когда можно подписаться. Но также здесь все есть вот в этих скриншотах. Здесь написано, как можно использовать бесплатный код на доставку. И, в принципе, больше такого ничего. Это я вам все, что рассказала по поводу, как работает подписка. Теперь, а как же вам вообще ее оформить? Для этого вам надо зайти и залогиниться. Это надо написать имейл, пароль, ну, имя, фамилию — это по желанию, и нажать «Зарегистрироваться». После того, как вы зарегистрировались, теперь вы можете нажать на «Сабскрайб», и у вас будет вот такая страничка, где вы сможете заказать, что вы хотите. Ну, и давайте начнем по порядку. Первое — это Classified. Что такое Classified? Это такой пакетик, который вам отправляют, и вы не знаете, что находится в нем. Вы узнаете только, когда его получаете. Он есть двух видов — для планирования и для Memory Keeping, ну, то есть, значит, просто для скрапа. Что угодно может быть. Вы можете зайти посмотреть у меня видео. Я там показываю, как выглядит Coco Daisy, именно Classified. Также в Фейсбуке, в их группе девочки в комментариях кидают, что сейчас в Classified, потому что, ну, кто-то не заказывает, да, у кого-то просто нетерпение уже, хочется поскорее посмотреть, делать специально в комментариях, чтобы другие не засполили. И потом Classified уже отсылают где-то, по-моему, 15-го числа на почту, чтобы вы посмотрели. И как сделать заказ? Например, вы захотели вот такой Classified Planner Edition. Вы нажимаете на вот эту картинку, и здесь написано subscribe. Вы выбираете, вы хотите заказать, сделать подписку на 6 месяцев или на 3 месяца. Это именно то, что касается Classified. У всех есть по-разному. У кого-то есть на 1 месяц, на 3, на 6 и на 12. Следовательно, чем больше у вас подписка, тем дешевле. Например, вы выбираете, ну, предположим, на 3 месяца. Видите, что стоит это 15 долларов. Если вы выберете на 6 месяцев, уже 12. То есть есть разница, да, 2 доллара. И также есть extras. То есть это дополнение, которое вы можете заказать. В скобочках написано цена. Washitape. Если у вас есть какой-то кит, помимо вот этого, например, кит для Travels ноутбука или Main Kit, то Washitape покупать не надо, потому что написано, что он такой же, как и в Planner Kit. Это надо быть очень осторожным, потому что я уже один раз так заказывала, у меня были два одинаковых. Также это табы. Табы, знаете, такие разделители. Sticky Nose, ну, это, понятно, это такие же обычные, которые с клейкой, как назвать, в общем, вот эти листочки, которые с клейким краем. Die Cutts – это различная вырубка. Planner Papers – это просто листочки для записи, на которых что-то нарисовано. Banner Sticker – это с датами. Notepad – это также, чтобы это записывать. И Tab Label Sticker – снова же вот эти лейблы. Вы здесь, например, ставите себе галочки. И также здесь еще можно заказать Memory Keeping. Это для Project Live. Их нигде заказать нельзя, только именно отдельно. Стоят они 11,50. Потом обязательно нажимаете, что вы всем согласны, yes, и подписывайтесь. И так вы делаете каждую. Например, здесь Coco Daisy. Можно зайти посмотреть, что было в одном из месяцев. Из месяцев? Из месяцев. Ну, в общем, меня поняли, да? То есть здесь лежит Vellum, вот такой скотч, ручка еще Vellum, такие разделители, их Simon, это стикеры и это чипборд. И вот так вы проходите по каждому, подвыбираете, что вы хотите. Вы можете выбрать на 3 месяца все-все-все, либо можете что-то отдельно взять на 3, что-то отдельно взять на 6 или на 12. Но все-таки, если вы первый раз, я посоветовала вам взять на 1 месяц, ну или максимум на 3, чтобы просто посмотреть, нравится вам это или не нравится. И если уже вам нравится, вы понимаете, что без этого жить не можете, то можете же заказать на 12 месяцев, и у меня все зависло. Вот такой прекрасный сегодня интернет. Все, я вернулась. Итак, Classified мы с вами посмотрели. И теперь давайте посмотрим все по порядку. Стикер Subscription. Это первое. Можно взять вот такую тетрадочку. Вот этот стикер, это 6 листочков, я его заказываю, можно посмотреть. И третий, это Washi Tape. То есть вам еще дополнительно будет 3 скотча. Но опять надо быть осторожным, потому что скотчи часто попадаются и в других китах. Эта тетрадочка отличается от блокнотика для Travels ноутбука тем, то что внутри ничего нету, то есть нет никаких рисунков, а там просто либо будет линейка, либо клетка, либо вообще пустые чистые странички. Стикер Subscription. Здесь будет 6 листочков. Какой здесь размер? 5 на 7,7. Ну, то есть примерно, вы можете посмотреть у меня в видео, где-то половинка от А4. И вот эти стикеры отлично подходят именно для планирования, если, например, у вас есть 365 Happy Planner или другие планирования, или, в принципе, вообще просто куда угодно можете приклеивать. Очень, кстати, хорошего качества вот эти стикеры. Ну и третий, Washi Tape. Понятно, просто 3 различных таких декоративных скотча. Следующий это Memory Kipping. Это 12 на 12. И могу сразу сказать, 12 на 12 это самая дорогая доставка будет, потому что они специально берут большую коробку. Кобочка 30 на 30. Чем отличается от других? Это тем, что здесь листы будут 30 на 30. В остальных китах ее нет. И также часто есть и алфавит. Ну и какие-то небольшие такие украшения. И вот стоит она больше всего 30 долларов аж в месяц. И можно сделать на 3 или на 6. Можно отдельно купить листочки 30 на 30, если вы не хотите покупать целую коробочку. Также можно купить классифай. Это именно для Memory Kipping. Ну и давайте посмотрим, чем отличается от того планирования. Здесь есть скотч, различные наклейки, вырубка. Это набор штампов, еще одни стикеры и вырубка. Как видите, вырубка от Simple Stories. Да, здесь появляются не только от Coco Daisy, но также от других производителей. Еще есть Memory Kipping, только уже Pocket Subscription. Это значит для более маленьких альбомчиков. И здесь уже поменьше будет сама вот эта скраб-бумага. И как видите, очень-очень много всего. Есть несколько вот таких карточек для Project Life. Также различные наклейки, украшалочки, вот эти штампы и также еще наклейки. Очень много-много всего, чтобы красиво оформить свой Project Life. Для планинга мы с вами посмотрели уже вот это все. Также еще дальше есть. Это можно купить себе листочки. Сейчас мы с вами выберем. Здесь отличается тем, что просто разные размеры для листочков. Можно купить листы разного размера. Здесь написано, которая подходит для KikiKey, для Webster Pages и для Filofax. И также можно еще выбрать, делать вам там дырочки или нет. Например, сделать 6 или вообще ничего не делать. Здесь вы уже покупаете не только листочки, но и также все красивости, которые вам помогут оформить ваш планер. И еще, как видите, вот такая красивая сумочка. Каждый месяц она у них меняется. Здесь уже идут на А5 странички, то есть они побольше. И снова же на А5 уже целый набор для планирования. Также можно подписаться на штампы и вам будут каждый месяц присылать различные штампики. Но надо их просто полюбить. Если вам такие нравятся, мне кажется, все-таки они как-то немножко дороговаты. 15 долларов в месяц за вот такой набор штампов. Еще давайте посмотрим для планирования вот этот блокнотик, который я показывал, внутри который разрисован. Это отлично как раз подходит для Travels ноутбука. Это B6 просто. Такая тетрадочка. B6 со всеми красивостями. Здесь у нас Personal, который я вам уже показывала. Вот такой есть мини, он вообще кроха. Также мини с различными дополнениями. Planner Add-on. И давайте я вам сейчас покажу. Planner Add-on это только дополняшечки красивые. То есть карточка, стикеры, вот такие скрепочки, вырубка, скотч, ручка. То есть всякие красивости. Для нас для девочек 16 долларов стоит. Можно выбрать 6 или 3 месяца. И Dashboards это просто различные вот такие карточки, которые вы можете использовать вообще просто как хотите приклеивать или вообще что угодно делать. И как вы можете заметить, к каждому такому киту вы можете подобрать дополнение, которое я вам уже показывала. После того, как вы все это сделали, вы заходите в корзинку, вбиваете свою карточку, вбиваете свой адрес и все. Еще давайте несколько слов. Давайте зайдем в аккаунт. В аккаунте Dashboard это там написано, что вам пошлют сейчас, какой у вас будет кит. То есть послали, не послали, какой у него статус. Заказы. Вы можете просмотреть все ваши заказы. Подписки. Опять же, можете посмотреть подписки. Я сейчас зашла в Downloads, то есть то, что вы можете скачать. Downloads именно только для тех, кто залогинился здесь. Что это такое? Это различные штучки, которые вы можете спечатать. Например, давайте посмотрим за февраль. Здесь вы можете распечатать дополнительно странички. Например, вам не хватило. И здесь есть странички для А5. Вот, видите, они разные. Есть странички для Travels ноутбука. Называется Personal Size. Есть странички для Дори. Здесь для каждого написано свой размер и написано, что здесь как надо подрезать. Также еще есть поки, то есть это самый маленький размер. И вот эти красивые зайки, которых можно разрезать. И еще несколько таких штучек. Их можно либо просто вырезать, распечатать и вырезать, либо можно их вырезать с помощью плотера. Адрес. Это понятно. Это ваш адрес. Как вы оплачиваете. По поводу оплаты еще. Вы вбили, например, свою карточку и подписались, предположим, на три месяца. Вот у вас первого числа. Первого числа они снимают, приходят на карточку, то, что вот Кокудези сняли там столько-то, столько-то долларов. Но у вас подписан, например, только на три месяца. Что же будет после того, как ваша подписка пройдет? Ничего. Пока вы ее не отмените, Кокудези будет каждый месяц первого числа снимать с вас деньги. Поэтому будьте внимательны. Если вы подписались на три месяца, на шесть месяцев или вообще на один месяц, обязательно следите и отменяйте подписку. Отменить подписку там можно будет также просто зайти вот сюда, subscription и нажать все отменить. Это первый вариант. Если вдруг у вас что-то не получилось и по непонятной причине у вас сняли деньги, надо написать о Кристине и она все решит. Также аккаунт это и поинты. Честно, поинты я не поняла, как они вообще работают, поэтому ничего про них сказать не могу. У меня за 7 месяцев или за 8 там 30 с чем-то поинтов. И еще главный вопрос по доставке. Входим в about и самый час задаваем вопроса. Прокручиваем с вами вниз. Здесь есть все ответы на час задаваем вопрос. Можете их посмотреть. и вот сколько стоит доставка. Нажимаем и смотрим. Здесь уже написано, есть вот как видите, такая табличка и расписано сколько все стоит. То есть это для США, для Канады и для всех остальных. Предположим, вы в России. И смотрите, что каждый кит стоит своих денег. Но здесь надо быть внимательным. Кем сказал? 12 на 12 самый дорогой. Почему? Потому что здесь самая большая коробка 32 на 32 сантиметра занимает много места. Из-за этого она самая дорогая. Предположим, вы захотите заказать только Покет Кит. Если вы из России, вам надо будет заплатить 20 долларов. Но если вы захотели заказать Покет Кит, ну и предположим стикеры еще, которые от этих 6 штучек, они стоят 8 долларов. Но не надо вам складывать 20 долларов плюс 8 долларов. Это будет неправильно. А здесь считается так. Берется самая большая стоимость доставки из всех ваших подписок. То есть если вы заказали Покет Кит и стикеры, то возьмут как за доставку только 20 долларов. Если вы взяли именно Кит 12 на 12, который стоит 30 долларов, да, и заказали все-все-все-все-все-все-все, вот из этого все равно ваша доставка будет стоить только 30 долларов. Не больше, не меньше. Следовательно, если вы заказали, например, только вот такие листочки и больше ничего, это будет стоить для вас 9 долларов. Но если вы заказали листочки и, предположим, еще ваша тейп, то у вас уже доставка будет стоить 11,50. По доставке я вроде бы вам все объяснила, обязательно заходите, смотрите, еще раз, это будет находиться обаут и самые сейчас задаваемые вопросы. Кстати, если вы не знаете английского языка, вы пользуетесь хромом, то вы можете поставить приложение Google Переводчик, оно бесплатно, его огромное количество людей пользуется, и оно будет здесь постоянно появляться, просто я сейчас нахожусь не в хроме, вот сверху оно здесь будет виднеться, вот этот значок, что вы делаете? Вы берете просто, например, так, выделяете, да, и здесь будет появляться уже вот этот значок Google Переводчик, на него нажимаете, и вам появляется окошечко, где уже все написано. Давайте, я зашла в свой хром и покажу вам, как можно перевести, как видите, вот здесь сверху есть, вот он, Google Переводчик, например, вам надо прочитать, что вот это написано, вы берете, так, выделяете, вот сколько захотели, столько выделили, у вас появился вот этот значочек, на него нажали, и у вас здесь написано, конечно, перевод суперкорявый, супернепонятно, но все-таки, если вдруг какие-то вы слова некоторые не знаете, то это очень удобно. Я постаралась максимально на все ответить вопросы, но могла что-то забыть, поэтому, если вдруг у вас еще остались вопросы, обязательно мне их пишите внизу, если вдруг вы хотите получить мгновенный ответ, то лучше писать мне в Instagram, там я чаще бываю, и, в принципе, все, да, так что, надеюсь, мое видео было полезно, на этом буду с вами прощаться, спасибо большое, что были со мной, что посмотрели это видео, и до скорой встречи, пока-пока.